Сегодня я хотел бы поговорить на тему отказа. Страх, что вам откажут. Серьезнейший страх, который парализует инициативу, активность и заставляет думать о себе хуже, чем человек есть на самом деле. Любой страх порождает негативное мышление. Негативное мышление порождает несчастье, обиды, злость, тревогу, депрессию и так далее. То есть все негативные чувства, ну и конечно низкий уровень, низкое качество жизни. Низкий уровень социализации. Низкий уровень благополучия, неблагополучия. Вот что такое страх. Почему? Но на самом деле отказ это хорошо. Хорошо, когда вам отказывают. Почему? Давайте поразмышляем на эту тему. Почему это так хорошо, когда вам отказывают. Первое. Мы все в этой жизни путешественники. И люди встречаются нам, чтобы пройти с нами определенный путь. Определенный отрезок пути. Не весь путь. Весь путь мы можем пройти постоянно с нами, только вот мы сами. Я сам иду своей дорогой, своим путем. Итак, когда нам отказывают, нам говорят, иди своей дорогой. Итак, первое. Первое. Что нужно уяснить для себя? Что? Когда я боюсь отказа, я страдаю оценочной зависимостью. Мне кажется, что обо мне плохо подумали. Правильно? Правильно. Это повод задуматься. Насколько я адекватно воспринимаю реальность. Насколько я не живу в фантомном мире. Отсюда следует второй вывод. Это когда нам отказали, нас вернули к реальности. Если мы боимся отказа, то мы боимся жить в реальности. Принимают ее такой, какая она есть. Людей такими, какие они есть. Ну и, конечно, себя. Такими, какие мы есть. Боимся принимать, не хотим принимать. Значит, отказ нас возвращает к реальности. Это прекрасно жить в реальности. Второй плюс, да? Третий плюс. Я сказал, что люди наши попутчики, кого-то мы, кто-то с нами проходит там годы, кто-то месяцы. Кто-то часы, а кто-то и минуты. Вот эти люди, допустим, там где-то, может быть, минуты были с вами, вашими попутчиками. Только и всего. Четвертое. Мы приходим в этот мир, чтобы учиться. И этот отказ нас должен чему-то научить. Чему он должен нас научить. Но если мы страдаем от отказа, да, то, скорее всего, что осознание. Осознание, что у нас нездоровое эго. Самолюбие. Больное самолюбие. Которое мешает нам жить. Поэтому лучше всего решить проблему этого эго. Этого внутреннего конфликта. Сколько у человека это обращает внимание на то, что у нас есть этот внутренний личностный конфликт. Что мы несчастны где-то в глубине души, да. Что нам мешает наше больное самолюбие, наше эго. Взаимодействовать с людьми и получать удовольствие. То есть принимать людей такими, какие они есть. Наши, пятое, ожидания наши, да, или шестое уже, ожидания наши, да. Завышенные ожидания. Ожидания всегда приводят к разочарованиям. Поэтому не надо ничего ждать. Это самое разумное. Ничего не ждать. Значит, если вы живете в ожиданиях, то, скорее всего, вы будете постоянно разочарованы, вы постоянно будете обижаться, постоянно будете генерировать это негативное мышление, эти представления. И, в конце концов, что произойдет с вами? Вы уже будете притягивать к себе такие ситуации. Негативные. Потому что вы их будете уже ждать. Либо вы будете шарахаться от всех и всех. Дальше. Отказ. Отказ прекрасен. Я об этом сейчас, да. Что произошло? Отказали вам. В чем-то. У вас высвободилось время. Значит, отказ вам дает понять, что займись чем-то другим. Займись чем-то более существенным, важным. Всегда есть более важные дела. Что это? Задумайтесь, есть ли у вас такие дела. Есть ли в вашей жизни место увлечения настоящему делу, интереснейшему, требующему посвящения себя. Дальше. Вам отказали. Вы почувствовали, что? Пустоту. Почему она образовалась так просто, так легко? Значит, вы не заполняете эту пустоту. Значит, надо ее заполнять, научиться. Вы смысл жизни потеряли, да? Пустота – это отсутствие смысла жизни. Вот если отказ чей-то заставил вас ощущать отсутствие смысла жизни, пустоту, значит, это вопрос к вам. Насколько вы живете осмысленной жизнью? Насколько ваша жизнь имеет смысл вообще? Дальше. Отказ. Что? Наши желания не удовлетворены, да? Значит, осознать это нужно. И найти причину в себе. Наши желания – источник наших страданий. Отказаться от желания. Дальше. Когда вы сумели справиться с этим чувством, в мгновение ока, желательно, да, вы что? Вы осознали и поняли свою силу. Вы поняли, что вы умеете управлять своими мыслями и чувствами. Если же вы носите в себе вот это разочарование, это чувство собственной никчемности, ненужности, отверженности, значит, значит, вы не принадлежите себе. Вы объект манипуляции. Значит, вы не управляете своими мыслями и чувствами. Значит, кто-то управляет вами. Это вот возможность, отказ от этого возможности осознать, проверить себя. На собственную, на собственную состоятельность, на собственную полноценность. смотрите, как много плюсов у отказа. Почему мы не ценим это? Почему мы не ценим отказ? Это надо ценить. И, наконец, мы вот приходим к выводу, что все надо ценить. и, наконец, мы приходим к выводу, что почему мы не ценим то, что с нами происходит. Это же моя жизнь. Все в ней прекрасно должно быть, да? Ведь все работает на нас. Почему я так отношусь к своей же собственной жизни, обесцениваю ее? не кретинь ли я? Задуматься. И, наконец, понимаете, проблема-то в чем? Проблема в доверии. Почему мы не доверяем Вселенной? Не доверяем пространству? Не доверяем жизни? Это и есть недоверие жизни. Страх отказа, это и есть недоверие жизни. А почему жизни Вселенной не производить эту селекцию? Этот отбор, отбор естественный, да? где нам стоит быть, с кем нам стоит или не стоит проводить время. Быть рядом. Вот. Мы не доверяем жизни. Себе не доверяем, поэтому устраиваем. У отказа очень много плюсов и практически нет никаких минусов. поэтому друзья мои радуйтесь, когда вам отказывают. То есть ну как? Ну так сказать радуйтесь. Но с другой стороны можно так сказать, потому что вы тоже формируете привычку радоваться. Радоваться, а ведь это о чем говорит о вашем восприятии. То есть вы меняете восприятие свое. А понимаете, ведь отказ это если мы так воспринимаем мы так воспринимаем вот этот факт как отказ. Ну на самом деле мы не знаем отказ это или этап какой-то или это необходимое нам событие необходимое для того, чтобы мы задумались и мы живем как роботы как автоматы живем. Самое это ужасное. Что мы как роботы и как автоматы живем. Вот. Поэтому что? Если так, если мы обижаемся и у нас есть какая-то чувство неприятное, негативное, то о чем ты говоришь, что мы негибки. Что наш ум негибок. Это тоже повод задуматься насколько мы вообще развиты. Ведь гибкость, гибкость ума это основа основ. Нельзя без этого. Надо работать над этим. Значит мы консервативны. Гибкость то то есть негибкий ригидны. Ригидны. Значит у нас какие-то есть паттерны, установки. Какие-то значит наше сознание проштамповано. Если мне отказывают значит я плох. Это неправда. Если мне отказывают значит еще там что-то. Меня не хотят видеть. Я там чек второго сорта. Еще там что-то. Я некрасив, я не хорош собой и так далее. Я недостоин, я непрофессионал, я некомпетентен, я стар или стара. Я и так далее. Это можно накрутить себя, а не накручиваю. Вот задаться вопросом. Значит опять если я накручиваю значит опять проблема во мне. Значит я свою жизнь превращаю в ад. О причину еще в себе. поэтому вот об этом. Да, а если я ригиден, если я такой вот негибкий и не вижу картины целиком, если у меня такая избирательность восприятия, я вижу негатив. почему только я вижу негатив. Опять проблема во мне. Почему я не вижу позитива, почему я не вижу, что это урок, что я могу работать над собой, что у меня есть время, высвободилось время, заняться чем-то более важным и так далее, все, о чем я говорил. Почему? Я недоразвитый, получается, недоразвитый. Значит, надо развиваться. Гораздо более интересные вещи управляют своими мыслями, чувствами. Вот об этом это все. Об этом отказ. Так что, друзья мои, страх отказа преодолевается очень легко посредством осознания раз и практики два. Поэтому практикуйте, практикуйте и под конец я хочу сказать немножко о том, что способствует нашему духовному росту. Такие мотивационные фразы, вот очень мне понравилось вещи, которые способствуют росту, приносят рост. Значит, первое, это некомфортный трудный разговор с кем-то. Легкое щебетание, болтовня, такая, ничему она не способствует. может быть, там как-то, ну, может быть, настроение, да, там, если люди шутят, веселятся, да, хорошее настроение, но и только, и только, не более-то. Трудный разговор способствует вашему росту, там, где надо работать над собой, где надо включать мозги, где нужно преодолевать себя, да. Дальше, делайте что-то, что, от чего вы, чего вы боитесь, до тех пор, пока вы не достигнете в этом хороших результатов. Вот. Преодолевать страх можно только имея дело со страхом. не, мы знаем это правило, да, золотое, не убегать и не бороться, иметь дело со своим страхом. Поэтому делать это, чего боитесь, боитесь пить, пойти, боитесь знакомиться, знакомьтесь, боитесь устраиваться на работу, устраивайтесь, боитесь публичных выступлений, публичные выступления, так, осмотреть страху в глаза и полюбить свои страхи, полюбить своих крокодилов, да, вот наша книга об этом. Дальше, оставить в прошлом все истории, которые были созданы вашим эго, ну, то есть, оставить прошлое в прошлом, в прошлом, не тащить прошлое за собой. То, что с нами было, это вот этот негатив, да, уже все порождение эго нашего. и когда вы как раз сможете переоценить это прошлое, вот, почему прошлое, от прошлого можно избавиться, перепрограммировать, еще говорят, прошлое, да, это на самом деле переоценка прошлого. То есть, вы на свое прошлое можете посмотреть совершенно другими глазами и дать другую интерпретацию, и по сути мы имеем дело с чем? В основном-то с интерпретацией событий. Событие произошло, все. Дальше, во-первых, не инвестировать свои чувства и эмоции, да, не инвестировать чувства и эмоции, а во-вторых, дать выгодную интерпретацию вам, а выгодная это какая? Ну, с точки зрения счастья, что меня делает счастливым? Все. И прошлое будет прекрасным. Научиться, да. И, конечно, эго, эго мешает. Эго создает, эго творит негатив, поэтому избавиться от эго своего трудно, но возможно. психокоррекция возможна. Дальше. Ну, наблюдать поведение, которое вам не нравится, да, и из-за которого вам стыдно, может быть. или показывать это поведение. и вот как этот самый напуганный ребенок внутри вас, да, который просит об исцелении. Вот. То есть, попробуйте вести себя так, как вам кажется, что вы не можете себя вести. Да, выйти из этой зоны комфорта. Не можете попросить зарплату, точнее так, повышение зарплаты у начальника. Попросить сделать. Это будет способом исцеления. То, за что вам стыдно, может быть, или страшно, или то, чего вы стесняетесь делать, надо это сделать, и это способ исцеления. Сделать то, чего вы стесняетесь или стыдно сделать. И таким образом вы исцеляете этого внутреннего ребенка. Своего. Наконец, поставить свое счастье на первое место в ваших приоритетах. Поставить свое счастье на первое место. Что мне важно? Вот у нас есть быть правым или счастливым. Я хочу быть счастливым. Я мое счастье это мой приоритет, это главное в этой жизни. Прожить счастливую жизнь. Вот. Из этого исходить. И эта мысль она сразу структурирует и ваши эмоции, и ваши мысли все. И расставит их по своим местам. Значит, счастье мое на первом месте, значит, я счастье. Я хочу быть счастливым. Это главное. Все остальное будет уже вторично, третично и так далее. Запомним это. Итак, еще раз. Трудные разговоры вести. Делать то, что страшно. Избавиться от истории, которые созданы вашим эгом или создаются вашим эгом. Делать то, чего вы стесняетесь делать. И наконец поставить счастье на первое место. И тогда все будет хорошо. время сказать вселенной, что вы готовы к новым вибрациям. К новым вибрациям. В конце концов, только три вещи имеют значение. Первое. как хорошо мы жили. Второе. Как сильно мы любили. А третье. Как успешно мы научились отпускать. Отпускать то, что нам не нужно. Избавляйтесь от мусора ментального материального избавляйтесь не копите мусор. Оставляйте пространство для счастья, любви, здоровья, хорошего настроения, позитива, творчества. Спасибо за внимание. Задавайте вопросы, пишите комментарии, делитесь видео. Я также провожу индивидуальные консультации. Вы можете онлайн и оффлайн обратиться. Цены доступны. И вот почему важно обращаться к психологу. Вот недавно я консультировал человека. Вот я рассказал, как будут развиваться события. не надо играть в спасателя. Я все предсказал. И действительно, через несколько дней мне человек звонит и говорит, вот меня обвинили, хотя я хотела как лучше. И так далее, и так далее. Ну, все то, о чем я говорил, все это осуществилось. люди совершают ну, такие элементарные ошибки, элементарные, да, безграмотности психологически, я бы сказал. Вот. И но страдают они от этого очень сильно. когда у вас трудная ситуация жизненная, обязательно идите к психологу, обязательно, потому что со стороны психологи знают уже все эти ситуации жизненные, как нужно себя вести. В стрессе человек не видит картина целиком, да, что происходит, тоннельное зрение, да, тоннельное мышление, избирательность восприятия. И вот когда случается проблема, да, то сразу надо идти к психологу на самом начальном этапе, чтобы не запустить, чтобы не наломать дров, чтобы не было потерь материальных, психологических, эмоциональных, потери здоровья. Психолог обязательно подскажет, что делать в этой ситуации, чего не надо делать. Вы просто сохраните свои деньги, свое имущество, свое здоровье эмоциональное, и вы справитесь легче. это консультация у психолога, ну, вот она, это как бронежилетка такая, да, бронежилетка. Вам не страшно оказаться вот на поле боя будет. вот, что такое работа с психологом и психологические знания. Вы поможете себе, и это будет гораздо дешевле вам стоить, чем если вы вот пуститесь в борьбу. Борьба это всегда вы потеряете много. Я вот с этим постоянно сталкиваюсь, что люди уже наломают дров, потом обращаются, уже несут потери, уже там даже уголовные дела, иски, траты большие. Всего этого можно избежать не допустить всего этого, если вовремя на самом раннем этапе, на этапе начала трудностей обратиться к психологу и работать с ним. Это очень-очень важно. Речь идет просто о благополучии, о здоровье человека и материальных, о материальной составляющей. Деньги ж не так просто даются людям, правильно? Это как правило большинство зарабатывает деньги очень таким тяжелым трудом и потерять это очень обидно, это очень болезненно. поэтому сохранить себя, здоровье и свои деньги. Спасибо за внимание всем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и отличного настроения. отмечения. До свидания.